Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот пинеточки для новорожденных. Такие красивые. Нам понадобятся спицы чулочные и нитки. Любые в остатках. Грамм 50 вам хватит за глаза. Даже может быть 40. У меня получается 50 грамм 90 метров. Метраж стопроцентная мериносовая шерсть и спицы троечка. Набираем. По 8 петель на спицу. На 4 спицы нам надо набрать. Я набираю на на 2 по 16. Набираем по 16. Беру третью спицу. Набираю одну петлю для соединения в круг. Так вот ровненько ставим, чтобы у нас ровно было. Начинаем вязать резинку 1 на 1. Но сначала соединим. Вот так петлю на петлю перекидываем и это у нас уже будет провязана лицевая. Ниточки подтягиваем. Дальше вяжем резинку 1 на 1. Это лицевая. Дальше изнаночная. И разделяем на 4 спицы. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. 8 на 1. И дальше также вяжем. Лицевая. Изнаночная. 8 на 2. И также опять вяжем до конца. Так, ряд провязали. Опять эту ниточку надо подтянуть немножко посильнее. И все. И вяжем по кругу резинку 1 на 1. Изнаночные петли я все вяжу за заднюю стенку. Вяжите по кругу примерно 5 сантиметров. Если вы хотите, чтобы у вас было вот это голенище побольше. Или, допустим, с отворотом можно сделать такой вот отворотик. Можете связать повыше. Это уже на ваше усмотрение 5-10 сантиметров. Но у меня без отворота будут они вот такие вот. Поэтому я вот вяжу 5 сантиметров. Итак, связали резинку. Далее мы будем резать путанкой. И будем вязать вот эту переднюю часть. Получается вяжем сейчас с одной спицы. Остальные 3 мы не трогаем. Вяжем все лицевыми до конца ряда. И одну крайнюю с другой спицы провязываем. То есть захватываем одну. И начинаем вязать путанкой. Первую петлю мы снимаем. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И еще раз захватываем крайнюю петлю. Первую с этой, изнаночной. Все, мы просто по краям добавили по одной петле. Теперь у нас здесь не 8 петель, а 10. Все, эти 3 спицы мы больше не трогаем. Разворачиваем вязание. И опять вяжем все путанкой. Первую снимаем. Где лицевая, там мы вяжем изнаночную. Где изнаночная, там мы вяжем лицевую. Путаем петли. Последнюю петлю мы всегда провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Опять первую снимаем. И опять путаем. Вот у меня сейчас изнаночная, я буду провязывать лицевой. Где лицевая, буду провязывать изнаночной. Последнюю изнаночную. Опять разворачиваем. Первую снимаем. Опять у нас лицевая, мы провязываем ее изнаночной. А изнаночную провязываем лицевой. И вот мы вяжем с вами с одной спицы поворотными рядами. Вяжем тоже на ваше усмотрение. Я где-то 5 сантиметров примерно провязала. Вот здесь вот. В рядах у меня получается. Сейчас скажу сколько. 16 рядов у меня получилось. Вот если вам надо пинеточки побольше размером, то вяжите подлиннее ее. вот эту часть. Смотрите, что у нас получилось. Вот такая вот штучка. Сейчас мы находимся в лицевом ряду. И будем вязать уже по кругу. Продолжать вязать метку. Все вяжем путанкой. Первую снимаем. Вяжем до конца. Теперь нам надо вот здесь добрать петли. Мы добираем в кромочную. Вот не за переднюю, а за заднюю стенку кромочной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель я добрала. И провязываю со следующей спицы сюда же. Лицевыми. Все лицевыми. У меня получилось 15 петель на спице. Дальше с пяточки провязываем все лицевыми. И опять с этой тоже все лицевыми провязываем. И так же добираем. Чтобы у нас получилось равное количество здесь 15 и здесь 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так у нас получилось. И теперь мы вяжем просто по кругу. Так же путанкой. Вяжем по кругу 8 рядов. Где лицевая, там изнаночная. Где изнаночная, там лицевая. Здесь мы закончили лицевой. Значит здесь мы продолжаем вязать изнаночной. Чтобы у нас по кругу был рисунок. Совпадал. Так же лицевая и изнаночная. Вяжем до конца. Здесь у нас изнаночная мы закончили. Значит начинаем с лицевой. Здесь опять у нас изнаночной закончили. Начинаем с лицевой. Так, теперь у нас получается второй ряд. Здесь не важно мы в какой петлю закончили. Мы уже начинаем новый ряд и вяжем вот здесь. Если у нас изнаночная, значит вяжем лицевой. И путаем. Теперь где лицевая, там изнаночная. Где изнаночная, там лицевая. И все так вяжите 8 рядов путинкой. По кругу. Связали 8 рядов. Опять мы на начало ряда пришли с вами. И начинаем вязать. Теперь мы будем вязать поворотными рядами. Вот здесь по краям захватывать две вместе. С этой стороны и с этой стороны. Вяжем так же путинкой. Но только уже будем соединять получается эту часть. По рисунку вяжите до конца. Довязываю одной петлей. Две вместе лицевой. Мы получается последнюю с этой и первую с этой спицы захватываем. И две вместе провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. Первую петлю мы снимаем. Опять вяжем по рисунку. Не довязывая одну петлю. Вот здесь мы в изнаночном ряду. Значит эти две. Одну с этой спицы берем. И первую с этой спицы. И провязываем две вместе изнаночной. В изнаночном получается ряду мы изнаночными провязываем. В лицевом лицевыми. Опять. Вот у нас изнаночный. Ой, лицевой уже ряд. Первую снимаем. Вяжем по рисунку. Путанка у нас. Где лицевая там изнаночная. Где изнаночная там лицевая. В лицевом мы получается две вместе провязываем лицевыми. Разворачиваем. И вот у нас изнаночный. Опять то же самое. Первую мы снимаем петлю. Нить перед работой. Вяжем по рисунку. И две вместе мы провязываем изнаночной. И так мы с вами вяжем поворотными рядами. Захватываем вот с этой стороны. С этой спицы по одной. И с этой. В лицевом, лицевыми. В изнаночном, изнаночными. Так вяжем до конца. Пока у нас вот на этих спицах не закончатся петли. Смотрите, что у нас получилось. Вот так вот мы закрыли. И получается на одной спице у нас было восемь. А на второй десять. Вы еще по краям по две вместе свяжите. Чтобы было одинаковое количество петель. Отрезали нитку. Теперь нам нужно это все вывернуть на изнаночную сторону. Так вот я придерживаю, чтобы петли мои не слетели. И выворачиваю на изнанку. Выворачиваете пинетку. И тут так же ее придерживаю. Чтобы они у меня не слетели. Вот так выворачиваю. Нитку вытаскиваем тоже сюда на изнанку. И просто соединяем крючком. Вы конечно можете и трикотажным швом сделать. Но я соединяю крючком. Берем петлю одну с одной спицы. Снимаем со второй. Протягиваем через ниточку. Делаем петлю. Опять с одной. Со второй. Протягиваем. Снимаем со спицы. И вот эту петлю протянуть. Это получается надо. Так до конца мы делаем. Все остальные. Так. Потом. Зап стващ赤. Парус. Протянул. Подри��이. Парусь. Помни, попасть. Перемного Noteted. Протягиваем вот так. Теперь мы её прячем. Все наши дырочки затягиваем, которые у нас получились. Ну и прячьте ниточку. Это тоже нить мы спрячем. Вот так прям протягивайте через каждую петельку до конца. Вот такая пинетка у нас получилась. Осталось нам связать шнурок. Полный шнур вяжем. У нас есть мастер-класс по этому шнурку. Если у кого кто не умеет вязать, пожалуйста, посмотрите. У нас есть мастер-класс. Сейчас там все подробно рассказываю. Итак, мы с вами связали шнурок. Получился он у меня 50 см. и будем вставлять. Можно, конечно, связать и поменьше, не такой большой. Он такой прикольный. Берем булавочку, надеваем и вставляем. Смотрим, где здесь у нас середина. И через каждую протягиваем, через каждую дорожку из лицевого ряда. Протянули. Теперь мы чередуем. Здесь мы не протягиваем, а через следующую. И вот так вот мы через одну протягиваем. Вот видите, что у нас вот так вот получилось. Вот так протягиваем. И так затянули. Еще смотрите, можно на концах завязать узелочек. Вот как здесь. Будет прикольно смотреться. Просто затягивайте вот такой. И на второй тоже. Все. Вот теперь завязываем на бантик. Вот такие красивые пинеточки у нас получились. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok